Региональный этап всероссийской специальной олимпиады по юнифайт футболу завершился в Хабаровске. Особенность состязаний в том, что в каждой команде бок о бок играют спортсмены с ментальными нарушениями и без таковых. 15 региональных коррекционных учреждений боролись за путевку на всероссийский финал в Сочи. Подробности далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня заключительные матчи, которые определяют, кто именно поедет на всероссийский финал в Сочи. За путевку с хабаровчанами борются коллективы из Ванина и Бикина. Хорошо идем сегодня. Надеемся победить. В команде пять игроков с интеллектуальными нарушениями и двое без них. Коллектив смешанный. Чтобы каждый спортсмен понял указания тренерского штаба, наставники дополняют друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старт первой игры был за явным преимуществом хабаровчан. Они выходили вперед дважды. Но соперники все-таки сравнивали счет. Два-два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За пару секунд до свистка ребята забивают гол и вырывают победу в первом матче финалов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая игра складывается совсем не по плану. В первом тайме ребята из школы-интерната номер один пропустили три мяча. Во второй половине сравняли счет. Теперь вся надежда на последнюю с финальных встреч. Ошибки, конечно, замечали. То, что по тайме взяли тайм-аут, сказали ошибки. То, что они поняли свои ошибки, то, что они правили. Все. Там уже дальше играть. Главное, играть просто до конца. Борося, бросил. Все. Была сложная игра. Очень сильная команда. Появился. Квотарин. Хорошо забил на 3-3 счет. По итогам финальных игр ребята из первой школы-интерната не заняли первое место. По разнице мячей уступили соперникам из Бикино, которые отправятся в Сочи. Но в этих соревнованиях ведущий принцип – главное не победа, а участие. Программы «Учись юнифайт», «Играю юнифайт» – это общероссийская программа. Она инклюзивная. Здесь выступают дети без нарушений и с нарушениями. Вот такая инклюзия, она способствует интеграции. Они общаются, они понимают друг друга. Они выходят из замкнутого пространства. Мало того, у них в перспективе еще и выступление, у них перспектива спортивная. Максим Вонаков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. В прошлом году на всероссийском уровне команда от Хабаровского края взяла серебро. Тогда в Сочи наш регион представляла школа-интернат номер 3 из Комсомольска на Амуре. Продолжение следует...